Итак, спасибо. И мы сейчас приходим к наших конспекторам 3С и другое учение Ишуа, которое называется «Рассказ и рассказ» или «Общение в верхней комнате». И перед распятием Ишуа, за несколько часов до распятия, и у нас есть тут 5 глав Иоанна, которые касаются 7 разных тем. И первая тема, которая нам дана, это 1Д. Это новые взаимоотношения с Богом. И там не идет речь о Его отношениях с Богом. Эти отношения, они вечные. Эти отношения не меняются. Но речь идет о новых отношениях, которые доступны и возможны для Израиля. И не только для Израиля, но для всех, кто будет верить в Ишуа. Мы не будем сейчас рассматривать все местописания Иоанна, которые здесь упомянуты. Но я хотел бы, чтобы вы их рассмотрели в следующие дни. Мы также видим 2Д. Очищение Ишуа, которое делал для учеников, они необходимы для непрерывного общения с Богом. Мы уже верующие здесь некоторое время. И все будут понимать, о чем я сейчас буду говорить. Вы, наверное, узнали то, что я также узнал. И это, что Бог не идет на компромисс с грехом. У Него ноль. Ноль толерантности с грехом. И Он говорит, что если даже есть хотя бы одна мысль, которая не соответствует Его праведности, Он будет против этой мысли. Потому что неправильно мыслить неправедными мыслями. И любое слово, какое мы будем говорить, если оно не соответствует Его праведности, Он будет полноценно против этого слова. И все, что мы делаем, если не соответствует Его характеру и святости, Он сразу же будет обличать нас в этом. Как я не говорю, что у Бога есть 635 заповедей в Торе, у Бога миллионы и миллионы заповедей, которые касаются всех ситуаций в жизни. И мы не беззаконные люди. Мы должны следовать закону Духа. Мы должны быть водимым Духом. Если мы приходим к молитве или на служение в Шаббат, и мы поднимаем наши руки, чтобы благословить Господь и сказать Ему благодарность, мы сразу же будем наполнены Духом Святым. И если было что-то, что мы не покаялись, думали неправильно, будет такое голоса, которые будут напоминать об этом. Если было что-то, что мы сказали неправильно, с Божьей точки зрения, Он будет нас обличать. И как бы звонки такие будут звенеть. Если мы сделали что-то неправильно, мы будем чувствовать себя очень глубоко неправильно. Потому что перед Богом Он будет получать наше поклонение. Перед тем, как Он услышит, насколько сильно мы Его любим, и мы хотим прославить Его имя, мы должны решить вопрос греха. Потому что грех, он разъединяет человека и Бога. Поэтому нам нужно исповедовать наши грехи. И Бог, Он простит наши грехи и очистит от всей неправедности. И когда только это будет сделано, и только тогда мы можем войти и поклоняться Богу в хвале. Он ненавидит грех. Он ненавидит неправедность. Он не может это игнорировать. Для Бога это очень великие вещи. Ему нужно от этого избавиться. Поэтому очищение Яшуа дает нам возможность иметь непрерывные взаимоотношения с Богом. 3D. Пребывание в Яшуа необходимо для того, чтобы приносить плод. Бог, Он ожидает, что наши жизни будут нести плод. Мы обязаны, чтобы наши жизни приносили славу и плод Богу. Но мы не будем приносить плод, только мы не будем соединены с Яшуа. Потому что Яшуа — это тот, кто кормит или тот, кто рожает плод. Он удерживает, как бы, бережет от засухи плод. Поэтому нам нужно быть в Яшуа, чтобы у нас была возможность приносить плод, давать плод. И в 4D Яшуа также нам придает возможность. У нас есть новые взаимоотношения со Святым Духом. Потому что Дух Святой приходит, чтобы быть с нами. И Он будет нашим учителем. И Он будет нас наставлять на пути Яшуа. И будет вести нас. Мы не будем прислушаться к раввинам, потому что раввины, они могут быть хорошими людьми. Мне нравятся раввины. И мне нравится устная Тора. Мне нравится еврейская культура и все заповеди, законы Танаха. Но мы не можем полагаться на раввинов в духовных вопросах. Раввины, они упустили самый яркий свет, который когда-либо светил. Как мы можем смотреть у них на это освящение? У кого мы будем искать вот это просветление? Кто даст нам правильное понимание Слова Божьего? Руаха Кодеш. Да, Дух Святой. Он наш учитель. Он наш советник. Он наш наставник, который ведет. И каждый день, когда вы читаете Библию, вы должны говорить, «Боже, учись Своего Слово». Дух Святой, освящай мой разум и мои мысли. Учи меня, как применять это. И Дух Святой, Он не оставит вас. И 5D. Ишуа, Он приносит и дает новые отношения между верующими. Мы не просто такие, как бы, люди, которые идем рядом. Граждане. Мы не члены одной общины. Мы не те, которые говорим на одном общем языке. Но новые отношения между верующими и тем, которые основаны на любви. Это преобладающий, очень важный, поддерживающий такой ингредиент. По той причине, что есть провозглашение любви между верующими. Такая принимающая, наполняющая любовь. Такую любовь, которую другие люди могут увидеть. Это любовь, которая продолжается и свидетельствует потерянным людям. И помогает им понять, что Бог послал Ишуа в мир. И этот опыт с Богом, который свидетельствует о Нем, Он очень реальный. Он очень сильный. Он от Бога. И это преобладающая любовь в Бога, которая подчаёт на нас. Которая свидетельствует реальность Евангелия. Прочитаем Иоанна 17, глава с 21 по 23 стих. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенного едино. И да познает мир, что Ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Амэн. Он просто это высвободил в своей молитве. 6D. Yeshua — это новая почва или новое основание для молитвы. Когда мы находимся в Yeshua, и Его Слово пребывает в нас, у нас разум, ум Христов, Yeshua. Мы думаем Его мыслями. Мы направлены Духом Святым. Мы следуем Его водительству. И тогда, за что Он нас вдохновляет молиться, это состоит в том, что Он хочет, чтобы мы за это молились. И тогда, что бы мы ни попросили в Его имя, Он исполнит. Это как бы новое основание для молитвы. Давайте мы кое-что скажем о молитве. Бог не пообещал нам, что Он даст вам и мне все, что мы хотим в нашей жизни. Я помню, когда я вел мессианскую общину в Лос-Анджелесе, у нас был человек, который перестал посещать общину. Его супруга продолжала посещать общину, но он перестал. Но я спросил ее, где Джим? Она говорит, тебе лучше с ним поговорить. Я пошел, чтобы встретиться с ним. Я говорю ему, я тебя не вижу на служениях, Джим, что-то все хорошо. А он говорит, нет, не так хорошо. У меня есть проблема. Бог не исполняет Своего Слова, не держит Своего Слова. Бог разрушил Своё обетование. Я говорю, неужели? Я никогда не слышал, что Бог разрушил Своё обетование. Как же Он это сделал? Я сделал такой договор с Богом. Первое, я сказал Богу, мне нужен новый дом, потом новую машину, потом новую работу. Аминь. И потом я сказал, что все, что мы попросим в Его имя, Он сделает. И я сделал такой договор с Богом. И я ждал. И я ждал. Нет новой работы. Нет нового дома. И нет новой машины. Бог разрушил Своё обетование мне. И я попытался им его объяснить. Бог заинтересован, чтобы вы просили на Него то, в чем Он заинтересован. Ищите прежде Царство Божье. Ищите прежде Его праведности. И когда вы полностью посвящены на, как бы, на... И достигаете Его Царства. И достигаете в интересах праведности. И все, в чем бы вы ни нуждались, Бог позаботится об этом. Но Бог не заинтересован, чтобы иметь гордых, таких ядовитых детей. Которые говорят, «Мне, мне, мне! Моё, моё, моё!» Да? Но Он хочет, чтобы мы были Его слугами. И когда мы полностью служим Ему, и тогда мы можем переживать легкие ответы на молитвы. И 7D. Ишуа обещал вернуться. Он ушел. Когда Он уходил, Он послал Дух Святой, Руха Кодеш, Который наставит нас всему. Но... Но Он возвращается. Будет Второе пришествие. И Он, когда Он придет, Он соберет нас. И Он строит для нас места на небесах. И это то, что будет ждать нас в будущем. И это очень хорошие новости. Ишуа продолжает. И Он предлагает нам серьезные, такие важные притчи. Один, да. И я не буду, как бы, говорить о всех притчах здесь. Но Вы найдете их в этих местах Писаниях, которые там. Я хочу, чтобы Вы были уверены в том, что Вы прочитаете все притчи и увидите их. И, в первую очередь, 1D. И первые, это 5 притч о Царстве Небесном. Почему Его Царство должно быть провозглашено? Потому что Царь не был принят людьми, народом. И нету таких царственных благословений. Если Вы отказываетесь от Царя, который Бог дал. И тут Ишуа был отвергнут. И что означает, что до того времени, пока Израиль придет в хорошее отношение с Богом, тогда будет процветание или провозглашение Царства. И это показано в этих пяти притчах. 2D. Есть пять притч, которые описывают подготовку к грядущему Царству. Как нужно приготовиться к грядущему Царству Божьему? 3D. 6 притч о создании или утверждении Царства. Кто может входить в Царство Божье? Кто правит в Царстве Божьем? 4D. 3, которые касаются очищения, разделения и суда. И 5D. Есть очень много таких основных притч, таких как о добром самарянине. И 5C. Он предлагает специальные или особые учения. И с 1D до 4D такие великие заповеди. Особые заповеди о даянии денег. Особые учения о хлебе жизни. И во всей главе 6 он говорит о хлебе жизни. И как вся 10 глава речь идет о хорошем пастыре, пастухе. И это эти особые, специальные такие учения, которые Иешуа предлагает. И я хотел бы сказать, мы должны исполнять или знать все эти учения. Мы должны знать их от начала до конца. Чтобы они наставляли наши жизни. И у нас также есть разговоры, которые имеют место. Которые Иешуа использует как для обучения. Когда он говорит с судьей, с адвокатом. Когда он говорит с богатым молодым правителем. и женщиной у колодца. И это очень важные примеры, которые нам нужно помнить. Следующая 3а – это чудеса. Иешуа был чудотворцем, не так ли? Когда вы рассмотрите книгу Матфея, начиная после Нагорной проповеди с 8 главы, и рассматривая 3 или 4 главы, есть такие последовательности чудес, которые происходят. И это можно перевести в категориях. Если вы будете рассматривать эти чудеса, вы увидите, что 1b – что у Иешуа есть власть в духовном мире. Это над злыми духами, над дьяволом, над этими упадшими ангелами, и даже над хорошими ангелами, у него есть сила и власть в духовном мире. Но также мы увидим, что у него есть власть и сила в физическом мире. У него есть сила исцелять. Он может прикасаться к человеческим телам. Он может открывать глаза слепых. Он может показать покаженного и исцелять его. Он может говорить к природе, чтобы угощать ветер, чтобы вода также была спокойно, тихо. У него есть сила над природой. Между прочим, это тот же Иешуа, который был с тобой в такси сегодня. Тот же самый человек. У тебя есть очень хороший друг, который вместе с тобой водит. Но также у Иешуа есть сила воскрешать мертвых. И мы видим несколько примеров, которые происходили в Евангелиях. У него есть сила в духовном мире, в естественном мире. Есть сила исцелять. И даже сила воскрешать мертвых. Давайте поговорим сейчас о Спасителе. О Сотер. О Его страданиях и Его смерти. И, первое же, есть такие типы. Есть эпизоды, или уничтожения, или есть такие жертвы, которые были принесены, которые все указывают на Иешуа. Они ожидают Иешуа. И они показывают на смерти и страдания Иешуа. И я хотел бы пройти с вами. Мы в первую очередь видим Аарона, который является первым священником. И мы знаем, что Иешуа – он первый священник. И это здесь соответствует. Это тот, кто приносил жертвы за грехи народа. 2C – это медный алтарь. Это где кровь, она стекала на жертвенник. Это то ожидание, которое мы видим в книге евреев, где Иешуа излил свою кровь на жертвенник на небесах. 3C – это жертвенная кровь, которую Бог сделал возможным, чтобы заплатить за грех. Чтобы кровь была заплачена за душу. И, естественно, это жертвенная кровь Иешуа, которая сделала возможным для нас. 4C – это сладкие предположения. Это приятный запах тех жертв, которые были принесены в небеса. И это так же самое, как и жизнь Иешуа была принесена в жертву и свидетельство так сладко в небеса. У нас – we have 4C, then 5C. Ah, yes, 5C, 5C. Yeah, okay. So, a goat as a sacrifice. Okay, in this way, Иешуа was also a sacrifice. И так же Иешуа, он это олицетворяет. И в Левитике 16, there's two goats, которые берут участие в Йом-Кипур. И когда его приносят жертву, и кровь высвобождается в Святое Святых. А второй козел, он убирается вне стана, и там он умирает. Это символы Иешуа. Это царственный искупитель. Это как тот, кто член семьи приносит искупление. Ягненок. Это тот ягненок, который берет грех мира на себя. Умывальник – это то место, где идет очищение. Пасха или Песах. Где кровь помазывается на косяки дверей дома. И ангел смерти проходит мимо, и Израиль, он искуплен. Одиннадцатый – это рыжая телийца. Это камень в пустыне. Моисей ударился на камень, и из него потекла вода, живая вода. Тринадцатый – это два человека, две личности. Двенадцать – два, то, что мы видим в названии «Акеда». Акеда – это слово на иврите «Акеда». Это означает то, что когда Бог призвал Авраама принести в жертву Исаака. И «Бытие 22.2» читается на Роша Шана. Но что мы видим здесь? Мы видим, что отец Авраам готов принести в жертву своего сына Исаака. И, естественно, Бог остановил Авраама от этого. Но Бог не сможет остановить себя самого от этого. Потому что это единственный путь, как Он может простить человеческий грех. И, естественно, Иосиф – это образ Мессии, который был отвергнут своими братствами и был отослан. Но стал таким посредником национального народного искупления. Мы также видим многие образы смерти и жизни Ишуа. И о них были пророчества. И один из мессианских пророчеств – это Псалом 21. Мы знаем большинство пророчеств в Мессиаи 53. Стихи и отрывки в Захарии. Все они пророчествуют, что Мессия будет страдать и умрет. Но также мы видим, что это пророчество в синоптических Евангелиях. В Матфея, Марка и Луке. Первые три Евангелия, они видят эти же вещи таким же образом. И эти Евангелия делают очень такой акцент на смерти и страдания Ишуа в конце их книг. И в Матфея 26 и 27 глава о страдании. В Марке в 15 главе. Это 15-я о смерти и страдании. В Луке 24 главы. Поэтому 22 и 23 о страдании и смерти. Но у Иоанна мы перед его страданиями видим еще другие ситуации. И мы видим в 1-с. В Евангелии от Иоанна. Есть такой длительный список этих ссылок. Которые также заканчиваются и продолжаются заканчиваться в посланиях Иоанна. И также потом упомянуты в Откровении от Иоанна. И давайте посмотрим на Паула. Какой весь список здесь. Но в Римлянам, Коринфянам и Галатам. В тюремных посланиях, в пастырских посланиях. Все это ссылки на страдания и смерть Иешуа. Знаете, что смерть и страдания Иешуа это не случайность. Это не то, что Он мог бы избежать. Это должно было произойти. Потому что по-другому не было бы прощения грехов. Все бы мы тогда пошли в ад. Мы все заслужили пойти в ад, потому что из-за нашего греха. И Бог произвел один такой путь, чтобы избежать этого. И это Иешуа. И это могло произойти только тогда, когда Он был страдал и умер. И опять же, Бог высвободил всю свою злость на Иешуа. И тогда Бог проявил свою праведность. Потому что грех не может быть ненаказанным. Иешуа взял цену этого греха. Также в 6-б мы видим этого Петра. И также в 7-б это в книге «Евреям» очень много. Между прочим, книга к «Евреям» не была написана Павлом. На самом деле, мы не знаем, кто написал книгу «Евреям». Но мы знаем, что эта книга была написана специально, особенно для мессианских евреев. Мы знаем, что это был еврей, который написал автор еврей, который понимал юдаизм и образ жизни евреев в 1-м веке, которое мы увидим, когда почитаем всю книгу евреям. Но автор, он показал нам, как Мессия должен был страдать и умереть. Но есть хорошая новость. Иешуа не только страдал и умер, Он также и воскрес из мертвых. Иешуа воскрес из мертвых. И это также показано в еврейских писаниях, в еврейском Танахе. Мы видим предсказания о воскресении Иешуа. И я не могу сейчас, потому что из-за не менее времени пройти через все это. И я надеюсь, что вы прочитаете все местописания. Я верю и надеюсь, что вы будете благословены, если вы это сделаете. Потому что это не как просто подтверждения или факты. Это та реальность, которая укрепит ваше духовное хождение. И мы видим священство Мелхиседика. Мелхиседик. Это царь праведности. Они говорят по-другому, Мелхиседик. Мелхиседик. Это очень ужасно так. Мелхиседик. 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 Это царь праведности. Есть две птицы. Одна удерживается, другая опускается. Есть описание первых плодов. Когда Ишуа — это первый плод в воскресенье. Это есть жезл Аарона. То, что мы видим в числах 17-8. И есть специальные особые пророчества о воскресенье Ишуа. И которые нам даны в 5-С. И все библейские пророчества, они предсказывают о воскресенье Ишуа. Но не только в Танахе. Но Ишуа также говорил своим ученикам, что они не понимают правильно, хорошо. Они не хотят верить в то, что они слышат. Ишуа продолжал им говорить, что Он будет страдать и умрет. Что Он пойдет в Иерусалим и будет распят. И ученики Талмидим не хотели слышать этого. Они просто не хотели слышать то, что Он говорит. Но если вы посмотрите в 1-С, вы увидите длинный список, как Ишуа не только предсказывал Свои страдания и смерти, но также и в воскресенье. И Писание также дает нам доказательства Его воскресенья. В 1 Коринфянам 15 глава названы имена людей, которые видели Его после воскресенья. Петр видел Его. Иоанн видел. Мириам видела. Многие ученики видели Его. И в конце концов Павел Его видел. И когда Он стоял на горе, и Он был готов быть вознесен на небеса, и Он дает им великое поручение, идите по всему миру, идите, учите, проповедуйте. И там было пять сотен людей. И все они были евреи. Здесь говорит Писание, что было пять сотен. И когда Павел написал 1 Коринфянам, И что эти люди, они до сих пор живут. Они увидели великого Иешуа, который дал поручение, и был вознесен на небеса. И есть доказательства Его воскресенья. И Тридцая. И Он фактически воскрес из мертвых. И это не только метафорически или аллегорически. Это не просто был призрак, который вышел из земли. Это было мертвое тело Иешуа, которому прикоснулся Дух Святой и вернул Его к жизни. Это фактическое воскресенье. И потом в Брит-Хадаша мы видим, что Иешуа дает нам новый порядок бытия. И мы, мы, мы община, которая воскресла. Мы умерли с Ним. Мы были погреблены с Ним. И мы воскресли к новой жизни с Ним, чтобы мы могли провозглашать праведность Божию. Мы община жизни. Мы члены новой общины с Жизней. И это новый порядок жизни, бытия. Мы переживаем то, что традиционный иудаизм никогда не знал. Никогда не знал в библейском иудаизме. И не могут познать в фараминистическом иудаизме. А в мессианском иудаизме мы знаем, что такое иметь воскресную жизнь внутри нас. Мы знаем, что такое иметь близкие отношения с Богом. Быть в близости с Ним. Быть в такси, в машине. И никого там нет. Там вы. И Иешуа. И все. И вы переживаете сладкое общение с Ним. Это то только, что мы знаем. Мы новое творение. И новое человечество. У нас новые отношения с Богом. И это все возможно в Иешуа. Давайте мы пройдем через 5С. Давайте просто посмотрите на список. 7 причин, почему Иешуа воскрес из мертвых. Как это произошло? И почему это произошло? 7 причин воскресения Иешуа из мертвых. Первое. Потому что кем Иешуа являлся? Он творец. Он тот, кто дал жизнь. Он может отдать свою жизнь и может взять ее обратно. Да. Он творец вселенной. Вторая причина. Он может исполнить завет, который сделал Бог с Давидом. Мы читаем о завете в 4 Царстве. И будет тот, кто будет сидеть на престоле Давида вечно. И когда Иешуа воскреснет с мертвых, чтобы Он царствовал вечно. 3D. Иешуа воскреснет с мертвых, чтобы стать источником жизни воскресения. И чтобы Иешуа был источником таким, ему нужно действовать, быть живым. Чтобы мы имели этот источник, ему также нужно быть воскрешенным. Потому что 4D, Иешуа – это источник силы воскресения. Нет другой силы воскресения. И Мохаммед никогда не воскресал из мертвых. Моше никогда не воскресал. Даже насколько сильно я люблю его. Кто воскрес из мертвых? Тот, кто дал жизнь. Иешуа сам воскрес из мертвых. 5D. Он воскрес из мертвых, чтобы возглавить весь народ Божий. Он глава над всем народом Божьим. What is the name of your congregation? Орхамашиах. Орхамашиах. Йофи. Йофи. Nice name. Орхамашиах. Who is the shepherd? Who is the leader? Who is the head of Орхамашиах? Кто пастор, лидер, Орхамашиах, общины Орхамашиах? Is it... Павел? Олег? Is it... Валентин? Who is it? Кто? Это Иешуа. Иешуа. Иешуа – он глава вашей общины. Иешуа – он глава вашей общины. Наша община, наша Кегила – это полное тело Иешуа. Вы члены его тела. И он действует в обществе через вас. И он воскрес из мертвых, чтобы быть главой над всем народом Божиим. И 6D. И он воскрес из мертвых на основании фактов обо... Как только он заплатил цену за грех, вся злость была высвобождена. У него не было больше причины оставаться мертвым. И по той причине, что вы были оправданы перед Богом, он был свободен, чтобы воскреснуть из мертвых. И в конце концов, 7D. Он воскрес из мертвых, чтобы быть первыми плодами. Хорошая новость, что мы, как верующие, все мы воскресли из мертвых. Потому что он сделал это возможным для нас. И он наш глава – лидер. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok